Здравствуйте, друзья! Меня зовут Юсеф Эйхель. Я ведущий специалист в центре Bayer David. И мне бы хотелось сегодня поговорить о том, как связан аутизм и органическое поражение мозга. На многих форумах я наблюдаю, что мамочки пытаются выяснить, есть у ребенка органическое поражение мозга или нет. Так вот, я хочу пролить некоторый свет на это, основываясь на нашем уже достаточно обширном опыте. Аутизм, как правило, собственно, как и многие другие похожие заболевания, всегда есть следствие какого-то органического поражения каких-то частей либо головного, либо спинного мозга, либо их комбинаций. Официальная версия гласит, что аутизм возникает либо при гипоксии, либо при вирусных поражениях головного и спинного мозга. Есть еще другие теории. Все это, в общем, не очень важно. На самом деле, я хочу сказать, что есть заболевания, которые сегодня диагностируются по-разному, но они очень связаны. Эти заболевания, например, аутизм, умственная отсталость и детский церебральный паралич. Их очень сложно дифференцировать, потому что черты того, другого и третьего могут присутствовать в одном и том же ребенке. И конечный диагноз выставляется в зависимости от того, какие черты преобладают. То есть причина, проблем вся в том, что если у ребенка повреждены, скажем, лобные доли головного мозга, то у него будет, скорее всего, присутствовать наиболее ярко выражены будут аутичные черты. Хотя, если начать разбираться, то можно будет увидеть, что у него также выражена умственная отсталость. То есть диагноз выставляется в зависимости от того, на что делается акцент. Скажем, лет сорок тому назад в Советском Союзе диагноз аутизм не существовал. Поэтому всем таким детям ставили почти автоматом диагноз умственная отсталость и ее тоже классифицировали. И аутические черты были как бы сопровождающими. Позднее аутические черты вынесли, так сказать, во главу угла, и поэтому сменился диагноз. Почему стало так много деток с аутизмом? Я когда-то пыталась разобраться в этом вопросе, находила различные статистики, и получается, что, собственно, их не стало особо больше этих деток. Просто диагноз аутизм стали давать тем детям, которым раньше ставили другие диагнозы. И поэтому вопрос о том, существует ли органическое поражение, в моем понимании, некорректен. Потому что какое-то органическое поражение существует при любых отклонениях. Вопрос в том, насколько оно тяжелое. И, скажем так, как можно вообще определить, имеется ли у ребенка легкое органическое поражение, и где, в каком месте. Или у него есть более тяжелые повреждения. И как это можно определить, исходя из внешних симптомов. Как я уже упомянула, что аутизм, ДЦП, умственная отсталость, они могут комбинироваться. И поэтому можно просто отслеживать, насколько тяжела неврология у ребенка. Любая неврология будет говорить о том, что поврежден головной или спинной мозг. И где именно. Собственно, вот эта вот кукла, я думаю, вы ее уже видели в видео, которое записывал Аркадий. Зовут его Ванечка. И на нем я вам покажу сейчас, как смотреть, где именно повреждены части головного и спинного мозга, в зависимости от того, какие симптомы вы наблюдаете. Я отнесусь только к наиболее распространенным симптомам, которые относят к аутичным чертам. В первую очередь, это то, что ребенок не смотрит в глаза. Ребенок не смотрит в глаза, это означает, что у него, как правило, есть повреждения в лобных долях головного мозга. Как правило, эти же повреждения, они захватывают и сами глаза. То есть, такие дети, они просто неправильно видят. То есть, у них может быть просто плохое зрение, а может быть технически хорошее зрение, но мозг не умеет обрабатывать картинку. Это очень сложно диагностировать современными методами, потому что, как правило, вся диагностика основана на том, что человек отвечает. Если ребенок неговорящий, то очень сложно понять, есть ли у него отклонение в том, как он видит, или нет. Именно поэтому, например, проблемы со зрением выявляются в очень позднем возрасте уже у таких детей. Когда, например, скажем, ребенок перерастает какие-то повреждения, какие-то остаются, и он все-таки научается, например, говорить, читать. И вдруг выясняется, что он читать, скажем, с листа не может. Почему? У него буквы не складываются в слова. Из-за чего такое может быть? Из-за того, что просто сигнал, который дают глаза, попадает не туда, в головную мозгу, или даже туда, но неправильно обрабатывается. Очень распространенный симптом – это так называемые крылышки, когда ребенок машет ручками, как будто он летит. Этот симптом – это чистая неврология, и связан он с тем, что у ребенка поврежден спинной мозг вот в этой вот части, то есть практически в районе от первого шейного позвонка и примерно где-то до середины грудной клетки. Чем сильнее выражены эти стимы с крылышками, тем сильнее повреждение спинного мозга. Очень часто вот такое повреждение самого мозга комбинируется еще с родовой травмой. Скажем, при тяжелых родах бывает сдвиг первого, второго или даже других позвонков, и помимо повреждения самого мозга добавляется еще механическое пережатие каких-то нервов, и тогда можно наблюдать дополнительные симптомы, например, слабость какой-то руки, потерю или неразвитие мелкой моторики и многое другое. То есть как только вы видите у вашего ребенка какие-то проблемы с руками или вы видите у него крылышки, то предполагайте, что, скорее всего, у него есть органическое повреждение вот этой части спинного мозга. Скажем, после родовой травмы можно подумать, что это решается, скажем, остеопатией. Некоторые вещи действительно решаются, а некоторые вещи требуют дополнительных каких-то знаний и умений, потому что, скажем, сдвинутый позвонок при очень напряженных мышцах спины и плеч и шеи просто не позволят остеопату поставить позвонки на место. И более того, даже такие попытки, предпринятые, когда у ребенка повышенный тонус вот этих вот мышц, могут привести к еще большей травме. Поэтому нужно очень аккуратно относиться к тому, к каким специалистам вы обращаетесь. Еще очень распространенный также симптом – это дети, у которых диагноз аутизм, они очень часто ходят на цыпочках. Вот они ходят на цыпочках, и это происходит из-за того, что у них имеется гипертонус определенных мышц. Как правило, это вот здесь и вот здесь. И это связано, собственно, это может быть связано с двумя ситуациями. Один – это возможное повреждение спинного мозга в поясничной области, а также может быть повреждение конкретных нервов именно в самих ногах. Это может происходить при легкой гипоксии, при родах или во время беременности. Собственно, различить это очень просто. Если, когда ребенку делают массажи, то тонус этот довольно легко уходит, то, скорее всего, это локальное повреждение. И массажами и физиотерапией можно добиться практически полного излечения. Если у ребенка поврежден спинной мозг вот в этой вот части, то так легко уже физиотерапия не справится, и требуются дополнительные какие-то меры. Повреждение вот в этой части дает еще один интересный симптом, про который, как правило, мамочки не говорят, а матери тех детей, у которых он есть, очень этого стесняются. Ребенок в качестве стимуляции теребит свои половые органы, может даже снимать одежду. И это все приводит матерей в очень напряженное состояние, а если это происходит еще и на людях, то понятно, что все это очень неприятно. Так вот, это происходит, опять же, если есть повреждения в области крестца, и также если есть повреждения вот здесь. То есть это, как правило, связано тоже с первым-вторым шейными позвонками. И надо понимать, что если эти симптомы присутствуют, то повреждения спинного мозга весьма сильные. Собственно, я думаю, что я прошлась по основным симптомам, которые, как правило, присутствуют у большинства детей с диагнозом аутизм. И надеюсь, что вам это было полезно. Так что я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До следующей встречи. Спасибо. Спасибо.